Двор по улице Молодогвардейской 216 новую осень встретил в благоустроенном облике, благодаря неравнодушной позиции жителей и областному проекту содействия. Качели двух видов, карусель, многофункциональный комплекс для игры и занятий спортом, ограждение по периметру площадки, антитравматическое покрытие, все для приятного и безопасного досуга на свежем воздухе. Для пешеходов и автовладельцев дома также созданы комфортные условия. Во дворе обновили проезд, позаботившись о расширении пространства для парковки автомобилей. Установили скамейки, урны, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Проекты благоустройства воплощаются в жизнь по инициативе горожан. Основным условием участия в конкурсе общественных проектов является софинансирование из трех источников – физические и юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары приглашает принять участие в опросе создания электронной книги памяти, которую выпустят к 80-летию Великой Победы. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны жителям Куйбышева и Самары. Опрос проводится с целью информирования жителей города о создании книги памяти, с возможностью прикоснуться к истории своей малой родины и поучаствовать в создании самой книги, придумать ее название. Опрос анонимный, результаты видны организаторам лишь в форме обезличенных статистических данных. Для участия в опросе необходимо авторизоваться через госуслуги. Ссылка в телеграм-канале ведомства. Икону Божией Матери умягчения злых сердец привезут в Самару. Увидеть святыню можно будет в Покровском кафедральном соборе 3 ноября, в соборе Софии Премудрости Божией 4 ноября, в Храме Святых Апостолов Петра и Павла 5 ноября и в Храме Святителя Николая в Новокуйбышевске 6 ноября, информирует телеграм-канал Железнодорожного района.